Регионы смогут самостоятельно перераспределять аграрные субсидии. С такой инициативой выступил замминистра сельского хозяйства Игорь Кузин на международном инвестиционном форуме Агроюг-2016. Он прошел в Ставрополье. Екатерина Кожевина о новшествах, что ожидают сельхозпроизводители и громких заявлений, которые прозвучали на форуме. Уйти от местечковостей и развивать экспорт. На форуме Агроюг-2016 определили пути развития российского АПК. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров призвал коллег постепенно уходить от термина импортозамещения в сторону экспортной ориентированности. Именно это формула успеха для отечественных сельхозпроизводителей. Я, например, горжусь, что мы сегодня в 20 стран подставляем свои макаронные изделия. Конъюнктура, связанная с разностью курсов, помогла нам быть конкурентоспособностью на рынках других стран. Но вот это надо поддерживать. Именно вот это направление. Агроюг-2016 проходит второй раз. В этом году он собрал в 4 раза больше участников. Форум посетили главы Ингушетии, Карачаева-Черкесии, Северной Осетии, представители правительства Дагестана, сельхозпроизводители, инвесторы, технические компании и производители оборудования из Северокавказского и Южного федеральных округов. Когда мы говорим про юг, мы, конечно, говорим, что это уже устоявшийся, зрелый рынок. Я бы определила вот слово ключевое качество. То есть рост аграрии смотрят за счет действительно использования новых технологий. Фокус идет на управленческие решения, семеноводство и так далее. То есть производятся продукты, которые там на Дальнем Востоке даже не мечтали. На форуме уже проведено более 400 встреч и подписано соглашение, среди которых соглашение о создании на Ставрополье Центра агрохимических исследований. Это будет уникальной НИИ по питанию растений. Мы поняли, что вот мы пришли к той точке, когда нужен полноценный собственный исследовательский центр, да, который будет оснащен всем необходимым лабораторным комплексом. Естественно, в первую очередь это специалисты, это эксперты, это люди, обладающие компетенцией в питании и защите растений, да. И вот это позволит нам уже действительно вести этот процесс, ну, на 100% глубоко и получать от него максимальный эффект. С инновационными разработками на Ставрополье приехали и производители ГСМ. Аграриям они предлагают использовать новое синтетическое моторное масло. Как не удивительно, с прибылью. При правильном и грамотном их подборе к технике, при правильной технической поддержке с нашей стороны, возможно, получение весомого экономического эффекта для предприятия. От миллиона за год до нескольких десятков тысяч евро. Сразу две хорошие новости озвучил Аграриям на форуме замминистра сельского хозяйства Игорь Кузин. Первое касается льготного кредитования. Получить деньги в банке инвесторам теперь будет намного проще. С рядом уполномоченных банков заключаем соглашение о предоставлении кредитов заемщикам, соответствующих определенным условиям кредитов по ставке не более 5% годовых на весь период кредитования. Будь то короткий кредит на год, будь то инвестиционные кредиты на 10 лет. Все остальное, всю оставшуюся часть процентной ставки, а это 100% ключевой ставки банка ЦБ, компенсирует государство напрямую банку. Кроме того, заявил замминистра, регионам предоставят право самостоятельно перераспределять аграрные субсидии. В настоящий момент для этого необходимо согласование федерального правительства и даже изменение в законе. С одной стороны, новшество расширяет полномочия местных властей по управлению финансами, с другой, повышает их ответственность. Екатерина Кожевина, РБК. Один из крупнейших в России продавцов обуви «Зенден» намерен локализовать часть производства в Сирии. Партнеры из этой страны должны заместить продукцию, которую раньше компания заказывала в Турции. В Сирии «Зенден» может производить до 5% своей продукции, около 300-400 тысяч пар обуви летнего ассортимента в год. Это сообщил президент и владелец сети магазинов Андрей Павлов. Точных сроков реализации проекта он не называл. Ссылается на нерешенные пока вопросы с логистикой, документооборотом и так далее. Сирийские предприятия фактически смогут заменить турецкие, у которых до недавнего времени «Зенден» размещал часть своих заказов. Основное производство бренда сегодня сконцентрировано в Китае и в России. Например, в Крыму недавно открыли завод, относительно недавно в Дагестане, Ростове-на-Донура есть предприятие. На сегодняшний день «Зенден» управляет 253 магазинами, занимает третье место по обороту среди обувных ритейлеров. В 2015 году компания продала 750 миллионов по обуви на 12 миллиардов рублей. Это в деньгах плюс на 18%. Чистая прибыль в прошлом году также выросла на 200% в 750 миллионов рублей. По итогам 2016 года ритейлеры ожидают роста выручки до 16-17 миллиардов рублей. Но и в этом году «Зенден», вероятнее всего, займет вторую строчку в рейтинге обувных ритейлеров, обгонит центр обуви, вплотную приблизится к каре. Это, по крайней мере, если верить цифрам инфолайн-аналитики. Ну а корпорация Airbus получила миллиарды долларов субсидий от Евросоюза, который не исполнил полученное в 2011 году предписание Всемирной торговой организации вернуть эти деньги в течение шести месяцев. Такой вывод содержится в опубликованном в конце недели отчете ВТО. Кроме того, ВТО решили, что лайнер А350, это главный конкурент Boeing 787 Dreamliner, никогда бы и не взлетел без прямого и косвенного влияния ранее полученных Airbus субсидий. В Вашингтоне это решение ВТО рассматривают как решительную победу в конфликте между Boeing и Airbus, а оно длится уже 12 лет. Ну, сумма незаконно полученной Airbus с финансовой помощью оценивают в 22 миллиарда долларов. Это были новости компании. РБК предлагает «Утро Испании». Это завтрак Средиземноморья для беззаботного начала дня. Идеальный завтрак. В четверг в 8-10. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова